Такая ситуация встречается нередко. Вы легли спать, но часы проходят за часами, а вы ворочаетесь в кровати с боку на бок и не можете уснуть. Вдобавок какие-то неприятные мысли, то и дело, всплывают в сознании, и вы никак не можете расслабиться. Возможно, кому-то это покажется не столь уж важной проблемой, в том, что вы иногда не можете заснуть. Однако представьте, что на завтрашний день у вас назначены какие-то важные дела, и вам обязательно нужно выспаться, иначе на утро у вас всё будет валиться из рук. Как поступить в такой ситуации? Для таких ситуаций у вас есть канал ТОП ХАЙП, и в этом выпуске я расскажу вам про все фишки, которые помогут вам спать быстрее. Например, если вы не можете перестать думать и ворочаться. Плюс бонусом, в этом выпуске я расскажу про методику засыпания за одну минуту. Для начала, правильная еда – это залог хорошего сна. Обращайте внимание на то, что вы едите на ужин. Не рекомендуется плотно есть перед сном, но, с другой стороны, ложиться спать на голодный желудок – тоже не вариант. Самые лучшие продукты, которые способствуют хорошему сну – это банан, молоко, орехи, цельнозерновой хлеб и листья салата. А вот белок может помешать хорошему сну, вернее, большое его количество. Это же касается и кофейно-содержащих напитков – острого, жирного, сладкого, никотина и алкоголя. Часто легко заснуть помогает чашка тёплого молока или травяного чая, выпитого на ночь. Спите в комфортных условиях. Опять же, звучит очевидно. Но прежде всего, следует обратить внимание на помещение, в котором вы спите. В нём должна поддерживаться оптимальная температура – не слишком жарко и не слишком холодно. Также стоит избегать сквозняков. Воздух в комнате должен быть свежим, поэтому перед сном рекомендуется проветривать помещение. Если в комнате мало кислорода и он наполнен неприятными запахами, то вряд ли вам удастся быстро заснуть. Для ароматизации спальни можно использовать масло лаванды, липы и ромашки. К бессоннице часто приводит очень яркий свет. Стоит помнить, что гормоны, регулирующие засыпание, вырабатываются лишь в темноте. Проследите за тем, чтобы окна были плотно зашторены и в комнате не было других источников света. Можно приобрести специальную маску для сна. Если вам для сна нужна тишина, то приобретите в аптеке беруши. Некоторым помогает уснуть ненавязчивый шум, например, монотонный гул вентилятора. Чтобы быстро уснуть, можно также использовать расслабляющую музыку или запись природных звуков. Иногда человек не может уснуть, потому что принимает неудобную позу. Ложитесь так, чтобы было комфортно. Лучше использовать подушку средней жесткости. Если она стала теплой от тела, переверните ее. Для сна можно надевать пижаму. Некоторым людям удобно спать без одежды, так что пробуйте и экспериментируйте, как вам удобнее. Не забывайте о гигиене. Регулярно меняйте пастельное белье. На провитавшихся потом подушках и простынях засыпать не очень приятно. Одеяло надо подобрать так, чтобы оно не было слишком легким или тяжелым. Слишком теплым или наоборот. В общем, золотая середина. Теперь про метод, который меня вырубает за одну минуту. Это называется упражнение с регулированием дыхания. Метод 4-7-8. В чем же заключается данное упражнение? Так как мы дышим, сильно влияет на физиологию и мыслительные процессы, в том числе и настроение. В процессе данного упражнения необходимо сконцентрироваться на дыхании. Метод 4-7-8. Полностью выдохните через рот свистящим звуком. Закройте рот и спокойно выдохните через нос, досчитав про себя до 4. Задержите дыхание, просчитав мысленно до 7. Полностью выдохните через рот, издавая свистящий звук, досчитав до 8. Это был один подход. Этот цикл нужно повторить 3 раза. Если вы еще не вырубились и не упали лицом на клавиатуру или на ваш телефон, используйте правило 90 минут. Процесс сна у каждого человека цикличен. Взяв за основу данное свойство, был создан метод или правило 90 минут. Описание этого метода можно найти в интернете без какого-либо труда. Но если вкратце, то данное правило примерно такое. Существует 4 фазы сна, каждая примерно по 90 минут. Фаза легкого сна, фаза глубокого сна, фаза сновидений и снова фаза легкого сна. Так вот, вы можете почувствовать себя выспавшимся, если проснетесь в конце одного из циклов. Для этого нужно разделить сон на блоки по 90 минут. Например, вы должны встать в 8 утра. Чтобы сделать это без труда, вам нужно лечь спать в 11 или в 12.30. Если вы ложитесь спать в 11 вечера, вы проходите 6 полных циклов по 90 минут. А если в пол первого ночи, то 5 циклов. И секрет не в том, чем больше, тем лучше, а в 90-минутных циклах сна. Спать нужно не менее 4 циклов, что в сумме получается 6 часов. Кстати, если вы курите, также не курите сижу перед сном. Курение само по себе вредит нашему здоровью, а курение перед сном вред для нашего сна. Никотин является стимулятором, поэтому перекур перед сном не самый лучший способ хорошенько выспаться. Теперь о том, чем заняться, чтобы расслабить психику. Но перед тем, как мы рассмотрим этот крутейший пункт, напишите в комментарии, сколько было максимальное количество часов, которое вы спали. Будет интересно почитать ваши термоядерные комментарии. Иногда встречается совет ни о чем не думать, лежа в кровати. Но на практике это невозможно осуществить. Более того, это нормально, если мысли закрадываются в голову. Во сне некоторые отделы мозга работают интенсивнее, чем во время бодрствования. Поэтому умеренные нагрузки для ума, наоборот, будут полезны. Некоторым помогает чтение на ночь. Однако тут надо соблюдать меру. Лучше всего читать что-то легкое, но и не настолько увлекательное, чтобы могло заставить провести за книгой часы. Можно также попробовать делать какие-то записи или рисунки. Например, записать самые приятные впечатления дня или мнение о каком-то фильме. Но как только во время чтения вы почувствуете, что вас начинают клонить ко сну, немедленно прекращайте занятия, гасите свет и ложитесь спать. Если в голове возникают какие-то мысли, попытайтесь с помощью своего воображения окрасить эти мысли черным цветом. Также попробуйте медитировать, отпускать мысли, которые вас беспокоят. Думайте о чем-то приятном. Представьте себя в лодке, которая плывет по речке, или вы летите в облаках, или купаетесь в океане, или же гуляете по цветущему полю и так далее. Потихоньку углубляйтесь в свои фантазии, замечая все новые и новые детали. Давно известен совет считать в мыслях каких-то животных, например, овец или слонов. Хотя совет помогает не всем, тем не менее он не лишен смысла, поскольку способствует умеренной нагрузке на оба полушария мозга, постепенно переводящие его в режим сна. Разумеется, можно выбрать и какие-то другие объекты или животных, главное, чтобы они не вызывали негативных эмоций. Можно представить маятник, раскачивающийся из стороны в сторону, и считать его передвижением. Также можно считать свои вдохи и выдохи. Лежите спокойно, не двигайтесь, мысленно расслабляйте все мышцы, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая головой. Лежа в кровати, потянитесь. Растяжка помогает телу расслабиться, напряжение уходит и человек засыпает. Попробуйте зажать подушку между колен, это помогает снять стресс и даже снижает болевой синдром. Выполните комплекс дыхательных упражнений, которые мы описывали в этом выпуске ранее. Медленное глубокое дыхание помогает телу расслабиться. Лежите на спине, чтобы контролировать, как поднимается живот, сосредоточьтесь на дыхании. Мозг освобождается от посторонних мыслей. Бывает так, что некоторые люди максимально оттягивают момент укладывания в кровать, потому что чувствуют себя неуютно во время сна. Это бывает чувство одиночества, беспокойства, прокручивания прошлых обид и неудач. Все это может привести к синдрому хронической усталости или даже депрессии. Поэтому воспользуйтесь одной из наиболее простых практик избавления от тревожных мыслей. Тщательно во всех подробностях продумайте ситуацию, которая беспокоит вас, а затем доведите ее до абсурда, превратив ее в фарс и даже посмеявшись над ней. Размышляя о том, как лечь спать, пораньше будьте осторожны. Как ни странно, но одним из самых мощных сигналов, мешающих спать, это запахи. Ведь именно по запаху окружающей среды мозг определяет, в безопасном ли месте находится человек, и можно ли здесь вообще расслабиться и заснуть. Именно об этом забывают чаще всего, когда, например, кладут на пол в спальне дешевый линолеум с ощутимым запахом. А потом люди удивляются, почему после ремонта засыпать в новой спальне стало практически невозможно. Конечно же, не только органы чувств влияют на полноценность сна. Переутомление также бывает далеко не последним в списке распространенных причин бессонницы. Но из этого вытекает вопрос, можно ли высыпаться за меньшее количество часов, не за 8, как советуют, а, например, за 5. Жить в таком режиме без вреда для здоровья можно, но недолго. Допустим, студент хочет выспаться и сдать сессию, и решает спать на 3 часа меньше. Он искусственно поддерживает себя в активном состоянии, то есть пьет кофе, какие-то тонизирующие препараты и так далее. Но это в любом случае приводит к нарушению когнитивных функций. Начинаются проблемы с запоминанием, с концентрацией и координацией. Научить себя спать меньше, как-то обмануть организм невозможно. Есть очень небольшой процент людей, которые могут спать мало часов, но это обусловлено генетикой. Практиковать дневной сон, как частую замену ночному, тоже не стоит. Это приводит к ускоренному развитию болезней сердца. И человек рано или поздно может превратиться в зомби. Если вы смотрите этот выпуск перед сном, то спокойной ночи. Ставьте лайк под этим видео, если для вас это было полезно. Врубайте колокольчик и подписывайтесь, чтобы не пропускать все самое крутое из интернета. А также зацените несколько наших предыдущих выпусков, если все-таки вы не можете заснуть.